Это был уже четвертый междугородний турнир по футболу в памяти ветерана спорта и игрока команды «Локомотив» Владимира Фролова. По традиции местом его проведения стало футбольное поле компании «Мастер». Жаркие спортивные баталии продолжались два дня. За это время команды сыграли 10 матчей. В этом турнире участвуют 5 команд. Единственная команда «Устюга» не подъехала. Но 5 команд, как и в том году, будут играть по круговой системе. Команды из Вельска, Новодвинска, две котловские команды и команда соседних Коряжина. Турнир проходил в формате 8 на 8. То есть в каждой команде было не 11 игроков, как принято в футболе, а в полтора раза меньше – 8, включая вратаря. Состав команд – это игроки, которые в свое время играли с Владимиром Фроловым, ну и часть более молодых. Стоит отметить, что согласно регламенту, возраст участников 45 лет и старше, ну и допускаются не более трех игроков чуть моложе возраста. Все участники футбольных матчей – опытные спортсмены, которые занимаются этим видом спорта в свое удовольствие. Тренируются, а затем играют на разных соревнованиях. Но этот турнир для футболистов особенный, ведь посвящен он их общему другу Владимиру Фролову, которого спортсмены-ветераны не забывают. Павлович же был, ну как сказать, неформальным лидером, организующим звено. Он был просто хорошим человеком, мы дружили, он вообще был помешан на футболе, поэтому Павлович – это, ну как бы, его память – хорошая вещь. Это же интересная игра, хорошая, нормальная, простая. Сколько лет уже? Радостная, не знаю, ну много. Лет 15, наверное, может быть, больше. Обычно все равно играешь, больше не на поле, а в зале. С Фроловым, потому что, как бы, играли и я, вот и Макурин Алексеев у нас, Романович, видите, как бы, знали его очень хорошо. Играли и на первенство в области, он даже где-то играл года два, это химик было, так что, вот, как бы. Считаем, что, как бы, это чисто из уважения, как бы, отдать ему дань, как бы. Футболом я занимаюсь с 7 лет, играл больше 30 лет за химик наш, за кореаврский. Ну, как бы, без футбола жизнь вообще, как бы, не могу, вроде уже и возраст, как бы, 47 лет, а все тянет. Ну, давай, ну! Еееееее! Несмотря на товарищеские взаимоотношения, все команды были настроены только на победу, в том числе и сборная из Новодвинска. И это в своем интервью не раз подчеркнул тренер команды, один из самых возрастных игроков турнира, 56-летний Сергей Толдонов. Хочется сказать большое спасибо нашей команды, что проводится такой турнир, это и родственникам, семье Владимира Фролова, и ребятам, которые здесь помогают в организации, что большое спасибо памяти, такое великое дело. Победы хочется? Ну, конечно, мы с детства, я думаю, что мы же еще более выросли в Советском Союзе, нас приучали к победам, да, так что мы стараемся. И приехали выигрывать. В итоге именно Новодвинская команда завоевала золото турнира. Серебро и бронза достались нашим игрокам, командам Котлас-1 и Котлас-2. Лучшими игроками футбольных матчей признаны Геннадий Куц из Новодвинска, Котлашани Юрий Аникеев и Борис Сыровацкий, Коряжемец Игорь Фоменко и Вильчанин Сергей Басов.